Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Потрясающая погода Наконец-таки снова пошел снег И он такой, знаете, пушистый Прям его много Сразу засыпает все и машины, и улицы В общем, вернулась к нам предновогоднее настроение Слава Богу! И сейчас хочу вам показать, что купила в Перекрестке Во-первых, я взяла помидоры Вы знаете, сейчас помидоры, честно говоря, в магазинах не очень Но я беру вот такие вот фламенко И они очень вкусные и сладкие И в салат, и просто так можно порезать Также вот в Перекрестке эти помидорки были в таком хорошем прям качестве Такие прям плотненькие, упругие И мне кажется, что они даже полежат немножко Может быть даже до Нового года долежат Также вот этот сорт фламенко я беру в пятерочке Но вот в Перекрестке увидела, что они прям такие красненькие, красивые Были даже на веточках И вот только такие помидоры именно в зимнее время мы едим Также решила взять мандаринов В Перекрестке в прошлый раз брала такие маленькие мандаринки Они были безумно сладкие Но в этот раз решила взять вот такие вот И потом уже наценить и увидела, что они называются клементины Я не знаю, чем отличаются мандарины от клементины Девчонки, напишите, если знаете Я очень надеюсь, что они будут без косточки Но спросить было не у кого, поэтому взяла Также взяла вот такой вот конфитюр Ратибор Мне очень нравятся эти конфитюры И еще один момент, почему я их именно беру Это баночка Посмотрите, какая она классная Вот это вот, когда этикетку снимаешь Вот эта крышечка очень красивая Такая в стиле Прованс И сама баночка красивая В общем, я в них, в этих баночках очень люблю Потом делать варенье Я взяла именно с апельсином и лимоном Очень люблю этот конфитюр добавлять в кашу В творог немножко кисловато получается Но вот именно для каши невероятно вкусно И также я люблю утром с черным хлебом Из бродинского хлеба сделать гренку И вот именно этот джем с апельсином Вернее, этот конфитюр с апельсином, лимоном Очень люблю Также взяла голубику Голубика свежая В перекрестке самая, мне кажется, оптимальная цена Всегда на нее 199 рублей Тоже была по акции Этот конфитюр тоже по акции И она такая крупная, вкусная Вот этот именно маркет фреш Мне очень нравится Ваня взяла вот такие вот сухие завтраки Вообще он у меня не очень любит шоколадные Вот ни шарики, ни звездочки, ни колечки Поэтому я всегда беру обычные И мы вот уже обычные несколько раз брали В общем, надоело, поэтому решила взять вот такие Это, по-моему, карамельные Да, карамельные лапки вот такие Здесь еще сзади на этих коробочках всегда есть какие-то игры Также можно, вот видите, через QR-код какую-то маску одеть И превратиться в динозавра Вообще вот эти вот товары, именно вот эти динозавра Мне нравятся, я беру Ваню Также взяла себе кокосовое молоко И для кофе, но в кофе я редко добавляю В основном это для каши Тоже была на акции 500 мл, 199 рублей коробочкам Также вот такой вот йогурт взяла себе Гранат, попробовать Вообще вот эти виолы мне нравятся И по упаковке тоже нравятся Они такие небольшие, аккуратненькие Удобно, если что, взять с собой И вот такие вот еще взяла виолы Здесь больше йогурт, знаете, я люблю такой на завтрак Вот тут тоже кофе себе налить Можно и гренку сделать И вот с таким вот йогуртом взяла клубнику Черника и клубника И вот такой вот манго И взяла детям вот такие вот Данисима, здесь крем-брюле И малина-маракуйя Когда Ваня прибегает вечером Хочет что-нибудь перекусить То вот такой вот творожок ему делаю Могу там фрукт какой-то порезать Ягодки туда, орешки покидать В общем, тоже частенько туда Именно что-нибудь прям накидываю В йогурте все это перемешиваю Иногда вот такие сухие завтраки добавляю Но вот этот сухой завтрак Они такие сладковатые Поэтому и творог сладковатый Поэтому я их не соединяю Но вот если сухой завтрак Беру, например, хлопья без сахара Абсолютно они такие прям нейтрального вкуса То тогда да, тогда добавляю Взяла вот такой вот хохланд сливочный Большую упаковку 220 грамм он у нас улетает просто на ура Тоже на бутерброды утром И вот как раз, когда брала этот сыр Очень захотелось с рыбкой Поэтому взяла семгу Тоже вот такая вот упаковка Была на акции Вот это Балтийский берег Мне нравится У них здесь, конечно, есть консерванты В составе Я вообще стараюсь Когда беру вот такие вот Ну, либо филе вот эти ломтики Либо просто филе семги, лосося То обращать внимание, чтобы не было консервантов Написано вот эти Е211 и 202 Стараюсь брать без них Но вот это было на акции Здесь я последнее время, кстати, люблю брать Именно ломтики Потому что здесь немного И вот ими наедаешься И, ну, в общем, самое то По размеру получается Когда вот прям в охотку съедаешь И потом не приходится тебе Как-то себя насиловать, доедать Чтобы не выбрасывать И взяла вот такой вот карпаччо Из индейки черкизовой Девчонки, вот прям от всей души Хочу порекомендовать Потому что безумно вкусно Чисто случайно Как-то однажды мне надо было нарезка на стол И я решила не просить нарезать Вот в отделе В продукции Где вот колбасы продаются А взять разных вот таких нарезок Взяла сальчичон Еще там что-то И вот схватила эту карпаччо Чтобы попробовать Кстати, я его видела пока Только в перекрестке Что он продается И так понравилось всем В общем, очень вкусно Также вот этот вот бренд Перекрестка Зеленая линия Мы тоже его очень любим И взяла вот такую вот сладкую соломку И там внутри брусника Там прям джем внутри Меня Ваня тоже очень любит Также вот такое печенье взяла Утреннее Бельвита С йогуртной начинкой Именно взяла Я люблю такие печенья любые И также есть они мультизлаковые Есть еще какие-то просто обычные печенья Есть с йогуртовой начинкой Вот такое вот светлое И есть также шоколадное Ну вот, наверное, единственное Это шоколадное, которое мы не берем, не едим А вот это очень любим Мне нравится, знаете, что Что здесь индивидуальная упаковка И в каждой индивидуальной упаковке Там вот именно вот этих Вот, которые с йогуртовой начинкой Потому что они большие Их по две печенья А в обычном, например, мультизлаковом Там четыре печенья Вот в такой вот индивидуальной упаковке Очень удобно брать с собой И в школу можно детям дать И просто, если куда-то едете Вот так вот в машину положить Чтобы перекусить Ну, в общем, очень удобно Ну и, конечно же, печенье вкусное Я с кофе утром очень его люблю Вот такую вот ватрушку с творогом Ваня У меня взял, схватил Тоже нам нравятся вот эти волжский пекарь У них есть также сейчас появились, вернее, булочки Раньше у нас не продавались Они с яблочной начинкой Типа штруделя И с вишневой начинкой Очень вкусные, недорогие В общем, тоже берем И вот такие вот два круассана Ваня взял Ну, это вот непосредственно Сам перекресток С начинкой из клубники Очень у меня Ваня любит Именно что-то такое Ну, типа варенье Какого-нибудь клубничного Вишневого В общем, что-то такое Поэтому взяла ему два круассана Просила у меня сейчас в машине Но я сказала, нет Доедем до дома Вот так вот Все, девчонки Сейчас мы завтракаем И дальше мы с Ваней Пойдем наряжать уже елочку Субтитры создавал DimaTorzok Прежде чем наряжать елочку Мне еще нужно расправить веточки Вот сейчас на видео было видно Насколько просвечивается столбик елочки Если красиво, правильно не расправить веточки Расскажу вам, как я это делаю Может быть, кому-то пригодится Внутренние веточки, которые ближе к столбику Я расправляю как будто солнышком Тем самым закрывая видимость столбика И всевозможные просветы Мы все равно эти веточки не используем Туда игрушки не вешаем Поэтому по факту это те ветки Которые вуалируют именно сам столбик И убирают дырки А уже кончики я оставляю Такими торчащими, прямыми Чтобы на них было удобно повесить и игрушки И чтобы это выглядело действительно Более натурально, как елочка растет в природе Сразу решила показать гирлянду Которую буду сейчас наматывать на веточки У меня таких гирлянд 2 Покупала я их в ленте Это бренд Home Club В прошлом году просто завалили вопросами Что у меня за гирлянда Поэтому решила вот так вот прям зафиксировать У меня она на 600 LED лампочек На что я обращала внимание Во-первых, на расстояние между лампочками Для меня было важно, чтобы это расстояние было небольшим Также на саму величину, длину гирлянды У меня одна гирлянда 18 метров И как я уже сказала У меня 2 гирлянды на мою елочку Но сразу вам скажу Что в этом году я стала наматывать ее Слишком близко друг к другу И в конечном итоге мне не хватило Поэтому я взяла еще одну У меня была маленькая гирлянда Тоже Home Club Тоже в ленте покупала И намотала ее на верхушку В общем, мне чуть-чуть на верхушку не хватило В принципе, я рассматриваю вариант На следующий год Купить еще одну такую же длинную гирлянду Для того, чтобы у меня было 3 гирлянды на эту елку Хорошо бы, конечно, если бы они были совмещены Или если бы была возможность их совместить И пустить как бы от одной розетки Но, к сожалению, у этой гирлянды такого не предусмотрено Поэтому в этом плане имейте в виду Если будете покупать Это неудобно, конечно Потому что приходится каждый вот этот штекер Втыкать в свою розетку И из-за этого приходится, естественно Большую вот эту подкидку Удлинитель, в общем, с большим количеством розеток брать И также каждая гирлянда Она же переливается по-своему И разные режимы у нее включаются И вот когда ты Даже если настроить обе там Или три гирлянды В одинаковый режим Потом ты выключаешь удлинитель И при включении елка начинает В общем, каждая гирлянда начинает своим режимом играть Это, конечно, безумно неудобно Очень удобны именно те гирлянды Которые подсоединяются друг к другу То есть удлиняются между собой И штекер получается один Ну, я не знаю Я, честно говоря, подумываю над тем, чтобы заменить Но мне так нравится эта гирлянда Она настолько красиво смотрится на елочке Это, вот знаете, как какая-то россыпь бриллиантов получается И вот особенно если вечером И когда игрушки будут висеть Вот вы и сами увидите Насколько шикарно смотрится именно эта гирлянда И она, кстати, стоила не так дорого Вот тогда, когда я ее покупала В этом году меня лента вообще не порадовала Новогодним вот этим ассортиментом Новогодними игрушками, гирляндами Мне кажется, что в этом году у нас По крайней мере в нашем городе, в Ленте Вот именно этих гирлянд не было Вполне возможно, что Может быть, я что-то просмотрела Но как мне показалось, что Ассортимент очень скудный был И как-то вот этих огоньков, гирлянд Тоже было немного Очень жаль, честно говоря Но я знаю, что сейчас лента продается на маркетплейсах Можно там поискать И вот этот вот бренд, именно Home Club Он полностью продается на Valberis И, по-моему, даже на Ozon есть Ну, в общем, на маркетплейсах Этот бренд есть Поэтому, если вы заинтересованы Если вы захотите найти именно такую гирлянду Или что-то другого из этого бренда То вот ищите на маркетплейсах Вот А сейчас я уже намотала гирлянду По видео это, конечно, не видно Но прошло уже порядка, наверное, трех часов Я думаю, что мне не стоит делиться Прям всеми тонкостями, как я наматывала гирлянду Потому что сейчас уже столько видео Столько мастер-классов Все уже во всех соцсетях рассказали Как правильно наматывать Я делаю, в принципе, то же самое Единственное, я, конечно, не мотаю так Как это нужно мотать с гирляндой Вот, которая называется Роса Потому что там лампочки расположены непосредственно на самом проводе И необходимо прям каждую веточку Даже вот если есть какое-то ответвление Каждую веточку обмотать полностью этой гирляндой Вот этим мне и нравится моя гирлянда Что с ней все проще Гораздо ее даже, мне кажется, если просто развесить На веточке немного так просто перебросить То она все равно будет красиво смотреться Но я немного наматываю Я просто беру от дальней ветки И немного так вперед ее обматываю Вокруг веточки Не обязательно каждое вот это вот ответвление Каждую лапку обмотать Достаточно вот именно так, как делаю я Но вот сейчас на видео четко видно Где заканчивается та красивая гирлянда моя И начинается вот эта вот маленькая Которая у меня была У нее намного, у маленькой намного дальше расстояние между лампочками И именно поэтому она смотрится уже не так шикарно Не столько этих огонечков Но ничего, мы там повесим побольше шариков И все у нас тоже будет красиво В этом году у меня Ваня изъявил категорическое желание украшать елку Поэтому я, естественно, без него ничего не делала Так как у нас карантин и мы сидим дома То мне, честно говоря, и легче Потому что ребенок занят Мы, в общем, делаем и уроки, и занимаемся И здесь хоть какое-то для него такое отвлечение Потому что уже, мне кажется, и мультики, и фильмы Очень многие пересмотрели и уже и дела все переделали Вот, я сначала побаивалась доверить елочку украшения елочки Ване Потому что все-таки, ну, он мальчик, скажем так Мальчик еще в таком возрасте, который, ну, не совсем понимает, как и что вешать Я решила, что просто дам ему возможность все сделать А потом, если что, переделаю Но, знаете, когда в конечном итоге мы вместе с ним украсили елочку Все сделали То мне, по сути, не пришлось вообще ничего переделывать Я просто кое-что дополнила И получилось все очень красиво Ваня хочет вам показать шарик, который ему больше всех понравился Почему, Ванюш? Расскажи, почему он тебе больше всего понравился? Потому что тут сразу вот все украсано И вот они вот одинаковые И еще вот здесь вот не только вот это так бы было не красиво Еще бусинки тут ставили Еще бусинки есть? Угу Поэтому он тебе больше всех понравился? Да Нравится елочку украшать? Да Давай, вешай, куда ты его повесишь? Ээээ, повешу я его вот сюда Давай Так вот Есть еще вот такой вот цветочек Но мамка росит Его потом, значит потом Угу Субтитры создавал DimaTorzok Ваня сейчас у меня в контейнере добрался до моих стеклянных игрушек Они у меня все очень аккуратно упакованы К сожалению, коробки не сохранились Вернее, я их выбросила Потому что я понимала, что нету достаточно места, чтобы хранить все прямо вот в тех упаковках, которые продавали стеклянные шарики И вообще, я, конечно, стеклянные шарики очень люблю Но я так всегда переживаю Мне так всегда обидно, если вдруг что-то разбивается А они, как правило, разбиваются Поэтому основная часть моей елки Это пластиковые шарики И вот такие, знаете, не знаю В прошлом году покупала в ленте Они какие-то мягкие Как будто вот То ли поролоновые, то ли еще какие-то Выглядят они очень достойно И я абсолютно не вижу ничего там страшного Какого-то предосудительного В том, чтобы украшать елку и пластиковыми, не стеклянными шариками Сейчас настолько хорошее качество Их настолько красиво они выполнены Не все, конечно, но вот если поискать И в ленте там вот я находила очень много И в магнит в этом году Очень большое разнообразие Именно пластиковых игрушек красивых Которые можно повесить на елку И они будут выглядеть просто шикарно В этом году я вообще мало что докупала на елочку Как-то мне кажется, что она у меня такая самодостаточная Шариков этих много И, конечно, хочется Каждый год, когда появляется что-то новое Хочется это купить Но я себя останавливаю Всегда достаю сначала все игрушки, которые есть у меня Пересматриваю и понимаю, надо или не надо Как видите, Ваня уже наукрашался Подустал, поэтому просто сидит и смотрит Как мама вокруг елочки бегает Но мы тут уже с ним успели посмотреть и мультфильм И еще один новогодний фильм детский И сейчас я включила свой любимый фильм Девчата, под который я очень люблю убираться Украшать и елочку и просто комнаты Наводить порядок Именно вот такой, знаете, для меня это предновогодний фильм Который я смотрю каждый год Именно тогда, когда я готовлю свой дом к Новому году В прошлом году у меня тоже я записывала видео с уборкой И с украшением дома И вот тоже под этот фильм «Девчата» я все это делала Просто обожаю этот фильм Он и жизненный, и веселый, и какой-то милый И сентиментальный Очень легкий, воодушевляющий С судьбами героев Ну, в общем, обожаю этот фильм И я его всегда смотрю с большим удовольствием И вот именно под него как-то у меня очень легко идет вся работа Ну, а сейчас немножко вам покажу своих новинок Не смогла, конечно, я устоять В этом году все, что я купила Это то, что я купила в «Магнит Косметик» Как-то мне там понравился ассортимент, разнообразие Взяла вот такие вот просто потрясающие шишки Взяла именно белые В своем магазине, который рядом с моим домом Забрала все, которые были Их там 4 штучки В общем, я их 4 взяла Они были в разных цветах Были еще голубые Кстати, в этом году я обратила внимание Что именно голубые Такие вот цвет морской волны Зеленые, елочки очень модны Хотела взять в детскую комнату голубые Но потом решила, что не в этом году Наверное, до следующего года оставлю А также еще сейчас вам показала Взяла вот такие вот золотые шарики Тоже это пластиковые шарики Но смотрятся они шикарно В этом году именно в «Магнит» Вот этот бренд «Вэлфорд» Очень много всего предоставил И вот новогодний декор красивый И игрушки на елку И также посуда у них очень красивая В общем, классный бренд Нужно на него обращать внимание Может быть, потом и к Пасхе тоже что-нибудь будет У них новенькое, красивое Ну, в общем, из шишек, которые я купила белые Я еще взяла одну зеленую Она была единственная Больше я ни в одном магазине их не видела А теперь не знаю, куда ее повесить Потому что и вроде как к этой елочке В зале она мне тоже не идет И в детскую тоже у меня в этом году Немножко в другой цветовой гамме Ну, в общем, осталась у меня одна Эта зеленая шишка Может быть, просто в спальню На ветке ее повешу Также еще от этого же бренда Велфорд я взяла бусы В этом году И они там были Вот крупные Которые я вам только что показала Их я буду вешать вниз Елочки И также были чуть помельче В общем, взяла и те, и те Но вот крупные мне, кстати, понравилось Как смотрится именно на моей елке Красиво Потому что елка сама по себе большая И, наверное, конечно, на маленьких елочках Лучше бы смотрелись Такие поменьше бусинки Но вот она, моей большой Крупной елке Красиво вот эти вот смотрятся Также я в этом году Вешаю вот эти цветы И еще буду вешать потом банты Их тоже покупала в прошлом году в Ленте В этом году хотела докупить Потому что мне вот их Ну, не хватает здесь Мне хочется еще Но в конечном итоге в Ленте В этом году вообще ничего не было И я ни эти цветы, ни банты В общем, ничего не нашла И сразу хочу сказать тем Кто, может быть, будет мне писать Что елка скучная Все в белом Вот эти цветы, банты Это уже не модно Девочки, мне нравится елка Именно в том варианте В том исполнении Которую делаю я Она стоит у меня дома На нее смотрю именно я Моя семья И мне она безумно нравится Я просто балдею от своей елочки Я ее дорабатываю уже не первый год И воплощаю в жизнь именно тот вариант Который хочется видеть мне Я вам признаюсь честно Мне никогда не нравились Вот эти разноцветные елки С дождиком С разномастными игрушками Я поэтому не ностальгирую И даже когда у меня родители Наряжали елку Я была маленькая Наряжала елку Мне все казалось Слишком ярко Слишком оляписто Поэтому сейчас То, что я делаю То, что я создаю Это и есть елочка моей мечты Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас я собираюсь готовить Рождественский кекс С апельсиновым соком И шоколадными каплями Здесь уже приготовила Все ингредиенты Нам потребуется Сливочное масло размягченное Апельсиновый сок Два яйца Мука Здесь у меня Одна чайная ложка разрыхлителя И я взяла еще Вот такой вот разрыхлитель С шафраном Буду добавлять Еще одну чайную ложку Такого для цвета Также сахар Можно взять коричневый Вот такой вот у меня Ароматизатор апельсин Апельсиновая цедра Два яйца Не помню Сказала или нет Шоколадные капли Еще будет щепотка соли Все точные ингредиенты Количество я укажу Под видео Для начала нам нужно Размягченное сливочное масло Смешать с сахаром Нужно перемешать хорошенько Поэтому буду я делать это Своим миксером Теперь разбиваем сюда яйца И тоже перемешиваем Музыка Здесь я соединила муку с разрыхлителем Добавила также соль Апельсиновую цедру И сейчас буду добавлять сюда Вот в эту смесь Буду уже наверное пробовать Сначала перемешивать лопаткой Если лопаткой будет не получаться Тогда подключу миксер Музыка 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 Вот такая консистенция должна получиться Как густая сметана То есть она должна быть Прям такая вот текучая И сюда сейчас добавляю Шоколадные капли И немножко вот этого вот Ароматизатора апельсинового Чтобы чуть больше Еще придать апельсинового вкуса Что? Что? Ничего я посмотрю Что? Я посмотрю Как ты смеешь Оно не останется Нет, не надо Надо было тебя позвать Чтоб ты мне помог Да Ну ладно Другой раз, ладно? Угу А ты мне пока принеси форму Пожалуйста Пока я тут перемешиваю Ставь сюда Так А вот эту вот чашечку Пожалуйста Беленькую берешь? Угу Ее в раковину надо А форму мы сейчас Сделаем Стракаем там Чтобы я шкет Не пристал И будем выливать Да Ну и все Теперь отправляем в духовку Выпекаем при 180 градусах Примерно 40-45 минут Смотрите по своей духовке И проверяйте на сухую шпажку Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Кухню Сейчас он немного остынет И будем пить чай Обязательно попробуйте приготовить И делитесь своим мнением В комментариях Мне будет очень интересно Почитать На этом я с вами буду прощаться Огромное спасибо Что посмотрели это видео Спасибо, что досмотрели его до конца Не забывайте поддерживать меня Ставьте пальчики вверх Подписывайтесь на мой канал Если еще не подписаны Пишите свои комментарии Это очень помогает Развитию и продвижению Моего канала И мотивирует меня Для того, чтобы снимать Новые ролики для вас Также не забывайте Заходить в мой телеграм Там я бываю гораздо чаще Там у нас очень уютная Атмосферная обстановка Ну а мы с вами увидимся Совсем скоро Уже в новых видео Всех обнимаю До новых встреч Пока-пока